Меня зовут Максим Коломец. Тема моей лекции «Тяжелый танк Т-35. Конструирование, производство и боевое применение». Для тех, кто не смог присутствовать на лекции, предлагаем видеоверсию. Впервые в документах Красной Армии упоминание о разработке тяжелых танков – это 1927 год. Было такое государственное конструкторское бюро орудийно-арсенального треста. Это было на тот момент основное конструкторское бюро, которое занималось проектированием танков. Одно из работ, которое самое известное – это МС-1, он уже Т-18. И в 1927 году на одном из заседаний этого бюро, на котором участвовали представители и армии, и промышленности, обсуждались вопросы перспективного танкостроения. И в том числе был поднят вопрос о тяжелом танке. Он тогда назывался позиционным. В документе на эту тему в стенограмме довольно наконечно сказано, что позиционный танк, в настоящий момент требования к нему непонятны, и поэтому разработка его будет вестись в последнюю очередь. В 1930 году за границу уехала специальная закупочная комиссия, которая должна была закупить образцы танков, бронеавтомобилей, тракторов, тягачей, автомобилей, которые предполагалось использовать либо для своей разработки, либо для постановки на серийное производство для оснащения Красной Армии. Одной из стран, которую эта закупочная комиссия посетила, была Великобритания. На тот момент, как известно, лидер танкостроения мирового. Среди прочего, комиссия, которая ездила за границу, она планировала ознакомиться с танком «Индепендент». Это пятибашечная машина, в 1920-е годы разработана фермой «Викерс». На вооружении она не принималась, существовала в одном экземпляре, имела на вооружении пушку 47 мм и 4 пулемета в башнях, значит, вокруг основной башни. Вообще говоря, закупать ее не планировали советские представители, но в планах ознакомления она существовала. В октябре 1930 года состоялось заседание представителей промышленности и Красной Армии, на котором рассматривались вопросы, связанные с созданием, в том числе, тяжелого танка. Вот там, в частности, говорилось, что танк «Индепендент». Да, машина представляет интерес, в первую очередь, представляет интерес двигателя воздушного охлаждения, который на ней стоит. Но в плане закупки она не рассматривалась. На этом заседании мнения по поводу того, какой должен быть тяжелый танк, разделились. Часть конструкторов, в частности, Шукалов, Заславский, они предлагали спроектировать машину по типу Т-12, Т-24. А другие, такие как Гинсбург, Бараков, они предлагали машину по схеме, напоминающую английскую, то есть с третью башнями. К общему мнению не пришли, но в заключении говорилось, что тяжелый танк должен иметь от не менее двух, не более пяти башен, одну, две 76-мм пушки, одну, две 45-мм пушки, там 4-5 пулеметов. Осенью 1930 года Главное конструкторское бюро начало проектирование тяжелого танка. Первоначально он имел индекс Т-30, потом получил индекс Т-32, но проект не был закончен, существовало несколько вариантов. Это такое эскизное проектирование было. В то же время, параллельно с этим, автотанк дизельный конструкторский отдел УГПУ свой проект предложил, 70-тонный танк, тяжелый, но машина тоже оказалась довольно неудачной. Что касаемо Т-35, это такие-то предшествия, да, предшественники. Вообще Т-35 это танк, который служил символом могущества Красной Армии в 30-е годы. Эта машина, ощетинившаяся стволами пушек-пулеметов, они участвовали во всех парадах довоенных на Красной площади. Их снимали многочисленные военные атташе, благодаря чему она, так сказать, довольно популярна стала. И вот самая популярная и такая значимая солдатская медаль «За отвагу» на ней изображена именно Т-35. И, видимо, это не случайно, потому что, хотя судьба у этих машин такая боевая была довольно короткой, и, в общем-то, не очень яркой, но свое слово в историю танкостроения они сказали. После неудачных проектов Т-30, Т-32 и его ГПУ летом 1931 года вновь вернулись к обсуждению тяжелого танка. В этот момент Советский Союз покинула группу немецких конструкторов под руководством Эдварда Грота. Немцев пригласили в конце 1929 года в качестве инженеров для разработки танков. Итогом полуторалетней их работы стал танк, который вы, наверное, знаете. Называется он «Танк Грота» или просто «ТГ». Машина по массе, она вообще-то средний танк, и вообще разрабатывался он сначала как тяжелый, но в конце, так сказать, получилась эта машина средняя, около 20 тонн она весила. Несмотря на то, что очень много в ней было различных прогрессивных технических решений, это и управление с помощью сжатого воздуха, и гусеницы мелкозвенчатые из штампованных деталей, катки с амортизацией и тормозами на каждый каток, стробоскопы, корпус из сварных деталей, она оказалась чудовищно дорогой. Танк стоил больше миллиона рублей. Ну, так, для сравнения, примерно 12 или 14 танков БТ-2 можно было построить за эти деньги в ценах того времени. Плюс само содержание, естественно, немецких специалистов, оно вылетало в копеечку. Поэтому от их услуг отказались. Но конструкторское бюро, оно находилось на заводе «Большевик» в Ленинграде, называлось «АВ-5». И помимо немцев, там к ним прикомандировали несколько молодых советских специалистов. В частности, одним из них был Николай Бараков, он был заместителем ГРОТа в этом конструкторском бюро. Поэтому было решено от услуг немцев отказаться, но кадры советские сохранить. И осенью 1931 года вот это конструкторское бюро «АВ-5» получает задачу спроектировать и изготовить к 1 августа 1932 года тяжелый танк массой 35 тонн по типу ТГ. Он так назывался. Чуть позже, в документах, фигурирует уже где-то в декабре 1931 года, встречается индекс Т-35. Возможно, связано с массой, возможно, просто какой-то там... Ну, точно сказать, почему он получил индекс Т-35, на сегодняшний момент не представляется возможным. Но работа шла довольно активно. Значит, конструкторы советские использовали опыт проектирования ТГ, использовали опыт испытания немецких танков «Гросс-Трактор» в Казани по договору о сотрудничестве Рейхсвера и Красной Армии. Наверное, знаете, да, что проводились, в частности, испытания танков в Казани, потому что Германия в тот момент под Версальскому договору не имела права строить танки. Вот, и вот, значит, немцы их испытывали в Казани, и результатами испытаний с нами делились. Ну, и использовали, естественно, опыт комиссии закупочной английских танков за рубежом. В декабре 1932 года заместитель начальника управления механизацией и метаризацией Красной Армии Генрих Бойкес докладывал замнаркома обороны Тухачевскому, что работы по танку Т-35, бывшие ТГ идут ударными темпами, срыва, окончания работы не ожидается. Танк был собран 20 августа 1932 года, 1 сентября с ним ознакомилось руководство управления механизацией и руководство промышленности. Машина сначала просто имела Т-35, чуть позже получила индекс Т-35-1. Ну, вот, по схеме она имеет пять башен, да, по типу английского Индепендента, но, в отличие от английского предшественника, у нее две башни с 37-мм пушками длинноствольными, главной башней пушка 76-мм ПС-3 конструкции Сячинтова и две пулеметные башни. Вы видите, что у нее такая очень оригинальная форма сферическая башня. Машина, наследуя технологии танка ГРОТ, имеет, в общем-то, довольно большое количество сварных соединений, хотя серийные танки, допустим, советские того времени, в основном были клепанными. Ходовая часть у нее, три тележки по два катка, она была выполнена по типу ГРОСТ-трактора немецкого фирмы Круп. Но именно по типу, то есть это была не копия в чистом воды, а была использована схема, ее достаточно серьезно советские конструкторы доработали. Получилась довольно такая, несмотря на массивность, такая удачная, работоспособная конструкция. Среди таких новинок тоже использовалась система сервоуправления, то есть при помощи сжатого воздуха. Машина вообще произвела на военных очень такое благоприятное впечатление. В докладе Ворошилова там писали, что супер вообще машина, классная, там всех мы врагов с помощью ее задаем. Но когда начались испытания, оказалось, что очень много недоработок, то есть достаточно сырая. Были проблемы с коробкой переменных передач, с двигателем. На ней стоял авиационный вариант, точнее, авиационный двигатель М-6, приспособленный для установки в танк. Система пневмоуправления постоянно отказывала. Поэтому осенью 1932 года, не дожидаясь окончания испытания Т-35-1, конструкторы приступили к проектированию второго образца. Машина получала обозначение Т-35-2 и в ее конструкции, прежде всего, пытались обратить внимание и воплотить в жизнь, так сказать, такие вот идеи, которые позволили в серийном производстве ее удешевить и, ну, чтобы она понадежнее работала. Ну, это вот на Красной площади, он был показан 1 мая 1933 года. Вот Т-35-2, да, вы видите, что очень похож внешне, и по схеме, и внешне. Основное такое внешнее отличие, это у нее башня уже не такая сверху полусферическая, а с плоской крышей. Клепано-сварная, плюс в бортовом экране появились люки для доступа к подвеске для обслуживания. Машина получила двигатель М-17 и вообще она рассматривалась, Т-35-2, как переходной образец для организации серийного производства. Образец был закончен в апреле 1933 года. Конструкторское бюро под руководством Баракова вело проектирование танка, который получил обозначение Т-35А. И вот этот именно Т-35А, он был принят на вооружение в мае 1933 года. Выпуск его поручался Харьковскому паровозостроительному заводу. Следует сказать, что к моменту вот этого решения опытного образца Т-35А не существовало. Конструктивно он отличался от своих предшественников. Он был длиннее, у него была ходовая часть не три тележки, а четыре. Он получил малые артиллерийские башни другой конструкции с 45-мм пушками, измененную форму пулеметных башен, главные башни. То есть, ну вообще, фактически другая машина была. Сборка Т-35А началась в Харькове осенью 1933 года. Помимо Харьковского паровозостроительного завода, более 20 предприятий смежников было задействовано. Ну, например, Жорский завод, он поставлял бронекорпуса и башни. Завод номер 26, Врыбинский двигатель М-17. Завод Краснооктябрь, короткий переменопередач. Ярославский резиновый завод, значит, обрезинку для катков и так далее. То есть, такая была довольно широкая кооперация. Но ввиду того, что как бы предприятий было задействовано много, продукция, это было для них новое, возникали большие проблемы со сроками. То есть, вообще, планировалось на два месяца раньше начать сборку. Вот Т-35А. Сборка началась 18 октября 1933 года. К 1 ноября машина была собрана. Вот это первый образец танка Т-35А. Ну, в дальнейшем давайте я для упрощения индекса опущу, потому что, хотя он во многих документах официально именуется как Т-35А, мы привыкли, да, что это просто танк Т-35. Это первый серийный образец, который участвовал в Харькове на параде 7 ноября 1933 года. Обратите внимание, у него маска, видите, такая прямоугольник какой-то непонятной конструкции. Дело в том, что к параду не успевали закончить монтаж, и поэтому она там во временной установке, пушка смонтирована, и закрыта просто из обычных стальных листов сварили такую конструкцию, чтобы, так сказать, прикрыть. Видно, что машина от своих прототипов сильно отличается, да, то есть такая довольно внушительная конструкция, ну, и, в общем-то, для всех, кто ее видел, она так впечатляла. По заданию правительства, к 1 января 1934 года Харьковский паровозостроительный завод должен был изготовить 10 штук. Но, к сожалению, ввиду того, что производством было масса проблем, начиная от нехватки станков и рабочих, заканчивая нехваткой просто банально болтов и гаек, к 1 января 1934 года один танк был собран полностью, и еще три машины было на ходу, но не имели полностью вооружения и внутреннего оборудования. Да, еще вот такой интересный момент, когда проектировали вот этот Т-35А, значит, Сталин, он вообще активно довольно курировал все вопросы, связанные с вооружением Красной Армии, в том числе и танкостроения. И по его инициативе, во всяком случае в документах это четко сказано, была проведена унификация главных башен танка Т-35 и Т-28, который в Ленинграде производился. И, в принципе, действительно они конструктивно подобны. Впоследствии была проведена унификация и малых пулеметных башен. Что касается средних пушечных башен, то это были башни от танка БТ-5, но без кормовой ниши. Просто как бы вот эта такая развитая кормовая ниша, а здесь она просто круглая цилиндрическая форма. В остальном она конструктивна такая же, как на БТ-5. То есть, в принципе, пытались как-то произвести какую-то унификацию, чтобы облегчить производство и впоследствии эксплуатацию в войсках. Помимо Т-35А, Харьковский правоостроительный завод к первому января 1934 года должен был сделать один танк, который имел индекс Т-35Б. От серийной машины он должен был отличаться установкой двигателя М-34 мощностью 650 лошадиных сил. Связано это было с тем, что двигатель М-17, 500-сильный, который стоял на Т-35, первые же испытания показали, что не тянет он, в общем-то, слабоват он для такой машины, потому что масса танка практически 50 тонн была, ну и не хватало мощности. Но Т-35Б построить так не удалось по яду причин. Хотя вопрос об установке более мощного двигателя вот этого М-34 в течение нескольких лет поднимался и на заседание управления механизацией, моторизацией, и на наркоматы тяжелого машиностроения, и даже на уровне ЦК там обсуждались эти вопросы. Вообще говоря, М-34, авиационный двигатель, тогда он шел на замену М-17. Поэтому по посадочным местам они были близки, то есть, по идее, при замене не должно было каких-то серьезных проблем возникнуть. Но, к сожалению, это все дело выполнить не удалось. В 1933 году, еще до того, как был построен первый образец серийного Т-35, было проведено в августе 1933 года заседание о системе танка-трактора на автоброневооружение. Так вот, там фигурирует такой момент, что на замену Т-35, которого еще, в общем-то, не было, нужно построить более мощный танк. Проектирование этих машин было проведено весной-летом 1933 года. В документах они проходят как Т-39. Было представлено на рассмотрение в июне 1933 года шесть вариантов. Ну, масса от 75 до 90 тонн вооружения. Там разные варианты были. Пушки 76, 45, 107, даже 152. В нескольких башнях броня от 50 до 90 миллиметров. Помимо Т-39 рассматривался проект танк ТГ-6. Это тяжелый танк 100 тонн, который КБ Гротта выполнила, когда в Советском Союзе работала. И еще был рассмотрен 70-тонный танк фирмы «Ансаль» итальянский. Потому что итальянцы тоже как бы предлагали нам купить. После обсуждения наметили, что нужно сделать, что не нужно. Было выполнено два варианта. Т-39, они идут как номер 7 и номер 8. Между собой отличаются вооружения. На одном было две пушки 107 и 3-45, на другом пушка 152 и тоже 3-45. Эти варианты были показаны наркома обороны Ворошилову. Там были проекты на и чертежи, эскизные и деревянная модель. Ворошилов все это внимательно изучил. И в декабре 1933 года он доложил представлению комитета обороны Молотова. Он писал, что представляю вам образцы Т-39, но не знаю, насколько нужно нам их производить. Потому что мы имеем уже сейчас танк Т-35, который может выполнять себе поставленные перед ним задачи. А освоение Т-39 потребует не менее одного года и не менее трех миллионов рублей народных денег. Ну и в результате Т-39 его убрали. И стали производить Т-35. Это один из первых серийных Т-35 на Красной площади. У него еще такая характерная особенность. Это машина выпуска до 1935 или 1936 года. У него поручная антенна на шести стойках крепилась. Потом стали ставить восемь стойок для большей жесткости. Это еще один момент. Машины первых выпусков 1934 года и частично 1935. У них люк механика, да видите, он открыт. Он как бы заподлицо был с лобовым листом. А впоследствии он был расширен и он как бы так снаружи, как если закрывать, что как бы наложен снаружи. Это танк 1936 года в двое ХПЗ. Я этот снимок дал, потому что у Т-35, помимо мощного вооружения, тогда довольно активно на танке пытались ставить всякие приборы химические. Вот у него стоял прибор ТДП-3 для дымопуска. Стоял он, вот видите, бортовые такие ящики. На бортах там такие угольники переваренные для крепления домкрата. Нам находился этот прибор. Изнутри корпуса было такое овальное отверстие прорезано, чтобы нужно было там краник открыть. И вот это вот как раз для дымопуска форсунки. Время работы прибора примерно 5 минут. Ну, предполагалось, что можно будет машину таким образом на поле боя замаскировать от артиллерийского огня. Так, ну вот это вот один из вариантов Т-39, который был представлен в Рашилу. Это восьмой вариант. Как видите, четырехбашный такой монстр. По габаритам есть его чертежи габаритные. Он примерно в полтора раза больше Т-35. То есть, представляете, что если Т-35, он длиной там 10 метров и высотой, 3,75 примерно по высоте, в полтора раза увеличится. То есть, получится такое нечто совсем большое. Здесь довольно оригинально, обратите внимание, видите, гусеницы такие впереди, маленькие, для облегчения преодоления вертикальных препятствий. Это парад 1935 года. Собор Василия Блаженного, фотография сделана. Здесь как раз очень хорошо видны такие особенности машин Т-35 выпуска до 1936 года. Да, видите, в башне, главное, один люк, потому что потом было, значит, два люка. Антенна на шести стойках и такой глушитель. Он длинный, поперек всего корпуса. Из боков закрыт таким броневым щитками. Впоследствии его убрали внутрь. Это в Академии механизации и метаризации в парке. Это такой классический танк, выпуск от 1936 года. Антенна на восьми стойках, видите, над 76-мм пушкой. Фары для ночной стрельбы. Такая мода была довольно активна. И на БТ-шках, и на Т-26 ставили. Здесь вот, обратите внимание, на лесенки. Это лесенки специально входили в комплект Т-35 для залезания экипажного танка. Вот кто-то, может быть, видел его даже в Кубинке, кто-то нет. Вот если у меня метр восемьдесят рост, да, вот я стоял, когда рядом с ним, верхний ветвь гусеницы, она у меня была над головой. И, представляете, да, что залезть на него без лесенки, просто так, без чьей-то помощи, весьма проблематично. В 1934 году по плану Харьковский проводовательный завод должен был сдать 10 танков. Первый танк, который там вначале я вам показывал, серийный, да, он был, хотя и собран в 1933 году, но окончательно его военная приемка принимала в 1934 году. Поэтому вообще по документам за 1933 год ни одного танка Т-35 с данного не фигурирует. Должны были собрать 10, но вот к августу 1934 года было всего 4 машины, и то они до конца не были закончены. Начальник управления механизацией и металлизации Халебский 21 августа 1934 года направил директору ХПЗ Бондаренко письмо, где писал, что теперь нам нужно не одну машину, а необходимо к параду 7 ноября не менее 6 танков сдать. Причем не просто, так сказать, сдать, а чтобы машины были пригодны уже окончательно для эксплуатации в Красной Армии. Что мы с вами ответственны за это дело, как члены партии, и нужно обязательно хорошо потрудиться, чтобы, значит, это все дело выполнить. И, в общем, действительно, не знаю, там, внушение сыграло роль, или, может быть, действительно потрудились, но вот 7 ноября 1934 года 6 танков Т-35 по Красной площади прошли. Вообще машина была очень сложной для того времени, страдала, как принято говорить, множеством детских болезней, постоянно ломалась, поэтому, ну, серьезные проблемы возникали в системе охлаждения двигателя, в коробке перемены передач, в бортовые передачи, причем проблемы были как конструкторского плана, да, то есть, ну, неправильно рассчитали или, там, как-то что-то не так сделали, так и технологически. Например, гусеницы, да, отливали из стали Гатфельда. Вообще в Советском Союзе ее на тот момент не производили, и поэтому, естественно, возникли очень большие проблемы. Для того, чтобы как-то это решить, в Англию направили двух молодых инженеров, Никонова и Володина, они там, значит, на заводе фирмы Виккерсона стали литейным, проходили там практику определенную. Когда вернулись, значит, один из них был на ХПЗ направлен, и в конце 1934 года был пущен литейный участок, и вот с 1935 года начали, в общем, удалось где-то к середине 1935 года отработать эту технологию литья траков из стали Гатфельда, причем не только для Т-35, но и для танков Т-28, которые в Ленинграде производились. За 1934 год завод внес больше 40 изменений в конструкцию танка, причем довольно серьезные изменения вносились. Например, были поставлены бортовые передачи, новая конструкция, усиленная коробка переменопередач, радиаторы новые. Но серьезные проблемы были с двигателем. Я уже говорил, что М-17, он слабоват оказался, М-34 так и не смогли поставить. В 1935 году была попытка дизель поставить на ХПЗ, к этому времени уже велись работы дизеля БД-1, который впоследствии стал В-2. Для Т-35 планировался вариант в 600 сил, значит, были проведены определенные расчеты, испытания. Оказалось, что да, дизель предпочтительней. Начали разработку дизеля 800 лошадиных сил для Т-35. В 1936 году построили опытный образец, но его, к сожалению, так и не довели до нормальной работы. Он постоянно ломался. К 1936 году всего было изготовлено 17 танков. 10 в 1934 году и 7 в 1935. Но, несмотря на малое количество, из войск поступало огромное количество рекламации. Стало ясно, что машина небоеспособна. Поэтому в 1936 году было принято решение взять один образец, подвергнуть его длительным испытаниям и довести до ума. Испытания начались 25 апреля 1936 года. Длились они до 1 августа 1937 года, то есть больше года. Испытывался танк с номером 0183-5. Машина испытывалась в районе Харькова в самых разных условиях. Вот это преодоление спусков, брода и так далее. Не обошлось и без казусов. В январе 1937 года танк, преодолевая вброд реку Донец, застрял. Не смог выйти на обледневший берег. Машина стояла в реке, потом ее залило водой. Ее вытащили только через 2 недели. Причем использовали систему полиспастов и 5 тракторов. Было задействовано с большими трудностями удалось ее вытащить. На завод ее смогли перевезти еще через 2 недели. Там ее полностью разобрали. И до мая месяца на ней всякие проводились эксперименты. Отрабатывали разные узлы и детали, как бы новые конструкции, которые позволили бы повысить боевые технические качества танка. К окончании испытаний танк прошел больше 2000 километров. Для машин такого класса это крайне много. Причем почти большая часть это по проселочным дорогам либо пересеченной местности. В результате была отработана новая коробка переменопередач, модернизированные бортовые передачи. Пытались испытывать баки из фибры, не металлические, из такой прорезиненной ткани топливные. В принципе, все это позволило к началу 1937 года повысить значительную надежность танков. То есть, если машины, скажем так, с 1934-1936 года имели ресурс до капремонта максимум 1500 километров, то, начиная с 1937 года, больше 2000 до капремонта. Сейчас это, может быть, кажется маленькими цифрами, но на тот момент это было очень приличное достижение. Более того, в осенью 1936 года Харьковский правостроительный завод смог повысить мощность двигателя М17 до 580 лошадиных сил. И где-то с весны 1937 года эти двигатели стали на Т-35 устанавливать. Завод номер 26 в Рыбинске разработал вариант М17Л мощностью 650 лошадиных сил. Этот двигатель предлагался изначально для установки на танк Т-35. Но его отрабатывали довольно долго, выпустили их мало. Последние 5 двигателей были сданы в начале 1941 года. Если честно, у меня нет данных, были ли они на Т-35 установлены. Я предполагаю, что могли ставить в ходе капитального ремонта, который на заводе Харьковском правостроительном производстве производился. То есть вопрос М17Л, во всяком случае для меня, до сих пор открыт. Но все эти мероприятия по повышению надежности привели к такому негативному результату. Масса машин выросла почти на 2 тонны. То есть почти 52 тонны он стал весить. Естественно, с этим пытались как-то бороться. В 1937 году автобронетанковое управление предписывало заводу провести ряд мероприятий по облегчению массы. Испытывались в это время облегченные опорные катки, агрегаты с картерами алюминиевыми вместо чугунных. Отрабатывался вопрос уменьшения толщины брони и крыши на 1-2 миллиметра, или даже до 5-ти кое-где предполагалось. Все эти меры должны были облегчить массу танка примерно на 3 тонны. Но дальше опытных исследовательских работ дело не пошло. То есть как бы вот 52 тонны, начиная с середины 1937 года, танк стал весить. А к этому времени уже стало ясно, что броня у него достаточно слабая. У него максимально 20 миллиметров. То есть для такой машины это немного. Уже поступили материалы о использовании танков советских в Испании. Уже стало ясно, что малокалиберные пушки броню эту все прошивают без проблем. И постановлением правительства от 25 июля 1937 года Харьковский паровозостроительный завод получил задачу отработать на танке Т-35 усиление бронирования для защиты от малокалиберной противотанковой артиллерии. Согласно документу, который был направлен в постановление, постановление было принято, потом это направлено было в автобронетанковое управление, как заказчик. Там были разработаны тактики, технические требования определенные. Все это было спущено уже непосредственно к заводу. Так вот, по этим требованиям планировалось лобовую часть корпуса увеличить до 60 миллиметров. Борта корпуса 30, корма 30, шестигран. Это вот так называлось шестиграном. Под башенной коробкой, под большой башней, она, если все снять, она такой в виде шестигранника неправильного имеет форму. Значит, тоже 30, борта башен 30. Кроме того, в сентябре 1937 года завод получил от главного автобронетанкового управления распоряжение о разработке башен конической формы для повышения полистойкости. В октябре 1937 года директор завода Бондаренко докладывал, что мы ведем проектирование нового образца Т-35 с усиленной броней, нашли сходя из толщин. Лоб корпуса 75, борта башни 30. Но, как обычно это было, в то время работы шли довольно медленно, потому что завод был, как бы, Т-35 вообще, это для Харьковского правосудительного завода, это была такая, ну, завод считал, что это абуза, потому что основная продукция военная, это танки БТ. Их делали много, основные силы конструкторского бюро, они как раз были задействованы для обеспечения выпуска БТ. В 1937 год это уже начало, фактически, работ по танку, который потом стало 20, да, и там, и так далее, Т-34, который выявился. И в конструкторском бюро был отдел Т-35, там было буквально несколько человек, физически просто не было времени, у них и возможности выполнить все задания, которые спускали. Вот, поэтому все это шло довольно медленно, вот, плюс вообще еще интересный момент такой, так как Харьковский завод получил чертежи из Ленинграда, да, то поначалу очень сильно заводчане, так сказать, противились этому танку, выступали против, там даже есть письмо начальника управления механизацией и моторизации Халебского, где он пишет, это в 1934 году, где он пишет, что директор завода Бондаренко не только не мобилизует сотрудников для выпуска танка, но и всячески дискредитирует машину, доказывает, какая она плохая, что серьезно танком никто не занимается, кроме конструкторского бюро завода, которое пытается что-то сделать. Ну, связано это было, понятно, с чем, что был уже БТ у них, большая программа и еще один сложный, сложный, очень сложный танк, для них как бы совершенно такой большой обузой был. В марте 1938 года комиссия ГАПТУ посетила Харьковский петровой строительный завод и, значит, они докладывали, что к проектированию танка Т-35 с коническими башнями завод приступил с большим опозданием, только в феврале, хотя задание было дано в сентябре 1937 года. Работы идут медленно, кроме того, получены новые требования об усилении брони. Теперь требовалось борта сделать толщиной 40-45 миллиметров, башни 40-55 миллиметров, то есть вместо 30, как планировалось изначально. И массу танка планировалось увеличить с 55 до 60 тонн. Все это, как писали военные, все это вносит дополнительный тормоз в работу и завод, в общем-то, с заданием не справляется. Но, тем не менее, работы шли. Вот в конце 1937 года был выпущен танк. На нем пытались отработать ряд узлов и деталей, модернизированных, плюс как-то облегчить машину. Вот видите, что у нее экран обрезан, звездочка видна. Плюс вот эти петли, такие, наверное, на фальшборце. Это были сделаны специальные люки для доступа к узлам ходовой части для обслуживания, потому что на обычном серийном Т-35 экран крепился болтами, и чтобы ходовой части, что-то там для ремонта или обслуживания, требовалось там их открутить очень много, плюс снять этот лист. В общем, довольно такая работа, тяжелая и неблагодарная. Эта машина интересна еще тем, что построена, насколько можно судить, на средства комсомольцев, там какие-то дополнительные, потому что у нее спереди, там такими металлическими буквами написано «Комсомол в честь 20-летия октября». 20-летие октября, да, понятно, что октябрь 1937 года. И плюс у нее, вот видите, на борту там такой кружочек рядом с домкратом. Снимок он такой и оригинал, немножко расплывчатый. Там, судя по всему, звезда, и может быть там какой-нибудь профиль, там Ленина, Сталина, что-нибудь такое. Это 1 мая 40-го года, перед парадом, да, вот они стоят, вы видите, что разные машины. Вот слева стоит машина, которая была сейчас на предыдущем кадре, да. Вот если вы посмотрите, вот видите, здесь серийный обычный 35-й, у нее для доступа к трансмиссии два люка с такими ручечками, у этого четыре. На ней много там всяких было, она машина такая, лаборатория, что ли, отрабатывали, пытались отрабатывать, разные узлы и детали. Конические башни на Т-35 появились только во второй половине 1938 года. Осенью до конца года четыре машины было сделано, а в начале 1939 года, с января по апрель, еще шесть с конической башни. То есть всего с конической башни было 10 машин. Они между собой отличались. Был вариант, как бы, первоначальный вариант, подбашенная коробка с вертикальными листами. Вот видите, он на парад идет, да. Видите, у нее вертикальный лист. Это домкрат висит. Но башни уже, видите, конические. Причем, минимум одна машина с коническими башнями, она оснащалась поручневой антенны еще вокруг башни. Более поздние машины имели уже, вот видите, наклонная коробка. И отличаются люки для доступа к ходовой части. Они такие прямоугольные формы. И петли они все в одной линии, да. А на предыдущей, вот видно, что они, видите, они там под углом, то есть они на такой люке такую сложную форму довольно имеют. Вот к этому времени уже стало ясно, что машина устарела. Прежде всего по бронированию. Но, тем не менее, в 1938 году были попытки какие-то ее реанимировать. Стало ясно, что если там броню до 50-70 миллиметров увеличивать, масса сильно взрастет, придется пожертвовать количеством башен. Харьковский паровозстроительный завод предложил несколько вариантов. Они отличались. Там было три башни, было две башни, было четыре башни. Но это такие, скажем, эскизные разработки. В 1938 году к проектированию танков тяжелых, новых были привлечены Кировский завод в Ленинграде, который Т-28 производил. И опытный завод номер 185, там же в Ленинграде. Первый проектировал танк, который получил название потом СМК. Второй танк, который известен нам как Т-100. И, кстати говоря, по первоначальным проектам, и СМК, и Т-100 имели подвеску вот такую же, как у Т-35. Балансированную, опружинную. Впоследствии от нее отказались. 8 июня 1939 года постановлением Главного военного совета Красной армии танк Т-35 был снят с производства. Всего было построено с 1933 по 1939 год 59 серийных машин. Самое интересное, да, это вот ходовая часть, она у них закрыта. Вот эта машина на сборке. Было 9 участков, был специальный цех на ХПЗ выделен, который занимался Т-35 только. Было 9 участков, на каждом участке собирались там где-то там одни агрегаты. Потом на специальных козлах, вот видите, там внизу такие, значит, начиналась сборка танка. Вот здесь видно, что у него экрана нет. Вот эти вот такие, как трубы, это кронштейны для крепления тележек-подвески. Обратите внимание, видите, такая полукруглая карман, как бы это для погона башни артиллерийской средней. Ящик для прибора домопуска и сверху там, вот видите, полукруглое отверстие в борту как раз для запуска баллонов. Вот уже тележки-подвески. Вы видите, какая довольно сложная громоздкая конструкция. Вот они одеваются на кронштейн, два балансира и пружины, и они как бы имеют ход. Сверху вот это, это называлось грязеотбойники, для того, чтобы когда гусеница сверху идет, да, чтобы грязь не попадала на пружины, так сказать, предохраняли дополнительно. И вот здесь вот виден кусочек, интересная деталь. Ввиду того, что высокая довольно была ходовая часть у него, да, вот здесь вот стояла специальный такой каточек на пружинах на двух, который предназначался для того, чтобы машина, когда вертикальные препятствия преодолевают, да, чтобы гусеница не застряла. То есть такая хитрая мера, потому что, ну, высота, сами понимаете, там без малого два метра. В башне мелоподвесной пол довольно удачно была эта конструкция. Справа сидение командира, слева наводчика. Вот здесь вот два, видите, сидения. Это сидение радиста, он же заряжающий. Одно для движения танка в походном положении, другое для движения, ну, во время боя. Интересно, что под сидениями командира-наводчика, вот видите, вращающиеся боеукладки такие револьверного типа на шесть выстрелов артиллерийских. И там еще укладка на восемь выстрелов. Ну, боевое применение. 59 машин, да, не так много. Первоначально они поступали в пятый тяжелый танковый полк, который в Харьковском округе располагался в окрестностях Харькова непосредственно и предназначался для комплектования вот этими тяжелыми танками. В декабре 1935 года этот полк был переформирован в пятую тяжелую танковую бригаду. В мае 1936 года бригада была переподчинена резерву ставки главного командования. Соответственно, она имела свою программу боевой подготовки. При бригаде находились представители завода, которые помогали и изучать танки, и ремонтировать, и обслуживать. По штату 1935 года бригада имела два танковых батальона, батальон боевого обеспечения, учебный батальон, ну и там ряд еще других подразделений. 1335 человек, 38 танков Т-35, 18 телеуправляемых танков Т-26, 11 танков БТ, 87 автомобилей и 15 тракторов. Штат ее постоянно менялся, позже был введен батальон на Т-28 туда, но до полного штата, ввиду того, что танков эти выпускалось мало, она никогда не была укомплектована. Например, на 1 января 1938 года имелось в Красной Армии всего 41 танк Т-35, из них 27 в этой пятой бригаде, три на заводе, а остальные находились в разных учебных заведениях, то есть военная академия механизации и монетаризации, казанские бронетанковые курсы усовершенствования комсостава, третья тяжелая танковая бригада учебная в Рязани, она размещалась в научно-испытательный полигон и так далее. В марте 1939 года бригаду перебросили в Киевский военный округ и позже она была переименована в 14-ю танковую бригаду. Вообще, до начала Великой Отечественной войны эти танки нигде в боевых действиях участия не принимали, единственное такое мероприятие – это парады. На парадах, как я уже говорил, начиная с 1933 года до мая 1941 года, на каждом параде они были. Но, правда, количество их там было невелико, но, насколько я знаю, максимум 10 машин сейчас стало. Вот это вот 1936 год до танка этой бригады. Вот видите, лесенка у него там висит. Здесь, кстати, хорошо виден глушитель. Видите, он такой длинный поперек корпуса. Это 1939 год, учение 14-й бригады. К сожалению, вообще, хочу сказать, что снимков танков Т-35 довоенных на каких-то учениях маневров практически нет. Ну, буквально, мне известно, где-то 4-5 фотографий, не больше. Основная масса довоенных – это либо парады, либо есть еще снимки, вот там, машину, про которую я говорил, которая больше года испытывалась. Есть ее фотографии на испытаниях, там, на различных. А так, в основном, это вот парада. Ну, и так, два слова я вам, чтобы не было скучно совсем про эти всякие железяки. Значит, история такая, что в 1939 году, в 1940 году, в июне месяце прошло совещание, посвященное системе танкового вооружения Красной Армии. Как раз в это время началось формирование механизированных корпусов, и на этом заседании обсуждались вопросы организационно-штатные структуры, значит, там, какие танки нужны, что сделать с устаревшими образцами. Там много всяких вопросов, в том числе поднимался вопрос, что делать с танками Т-35. Мнения разделились. Одни предлагали их переделать в самоходные установки больших калибров, другие предлагали все их передать танковому полку Академии механизации и метаризации, использовались для парадов. И третье предлагали использовать их в войсках до полного износа, но попытаться изучить вопросы корнировки до 50-70 миллиметров. Но ввиду того, что началось активное строительство мехкорпусов, техники не хватало, и все эти танки оказались в войсках. Вот на 22 июня 1941 года большая часть, за 48 машин, они находились в составе 34-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса, который был в Киевском особо-военном округе. Один танк находился в составе Академии моторизации и механизации в Москве. Один танк находился среди машин научно-испытательного полигона в Кубинке. Четыре машины были в Приволжском военном округе. Это второе саратовское танковое училище, которое готовило танкистов для тяжелых танков, и казанские курсы усовершенствования технического состава. И еще пять машин находились на ремонте на Харьковском паровозостроительном заводе. Он уже к этому времени получил номер 183. Вот теперь на счет 34-й дивизии лет четыре, пять, пять уже лет назад, наверное, у нас там была экспедиция по местам боев в Львовской области. Дивизия эта стояла в двух местах. Она дислоцировалась, местечко такое называется Городок, и второе местечко Судово-Вишня. Между ними где-то там два десятка километров даже поменьше. Ну и мы когда туда ездили, искали, так сказать, где это все дело было. В городке, к сожалению, там ничего не осталось практически. А Судово-Вишня, там, значит, мы туда, когда приехали, так это на Атшибе все находилось. Это вот бывший дом комсостава. Они жилые. Были их там три. Насколько я понимаю, это бывший гараж, когда была эта 34-я дивизия. Вообще весь этот комплекс был построен еще в 19 веке австро-венгерской армией. И стояла там австро-венгерская кавалерийская часть. Когда Австро-Венгрия не стала, Польша появилась, то поляки, они тоже там использовали эти все сооружения для своей кавалерии. Когда мы присоединили западную Украину и западную Белоруссию к себе. Эти казармы тоже не пропадали. Вот там дислоцировались части 34-й танковой дивизии. Вообще все там было, знаете, в таком запустении. Тут даже видно, что это вот бывший этот парк, бывшие казармы. Там все заросло травой. Мы там ходили, бродили, снимали. И так, это так, в качестве развлечения вам. И вдруг мы увидели, что там пасется лама. Понимаете, мы так удивились. Что-то странно, как-то Львов. Вроде лама это Южная Америка. Но оказалось, что мы, когда приехали, вернулись как бы к себе. Оказалось, что некий фермер, он их там стал разводить. В общем, оказалось, довольно прибыльное дело. Мясо, шерсть и так далее. Ну, это так, в качестве лирического отступления. Это схема, на которой, ну так, схематично показано расположение танков Т-35 34-й дивизии, которые были потеряны в июне-в июле 1941 года. Но здесь речь идет только про машины, которые, ну, как скажем, привязаны к месту. Вот вы видите, что 29 штук здесь из 48, которые были. Ну, чтобы вы представляли, да, вот городок Судовая Вишня. Вот здесь вот они дислоцировались. 22 июня, когда был получен приказ, дивизия, она выдвигалась вот сюда. Одной колонной так, одной колонной так. К вечеру они там сосредоточились. Потом получили приказ на дальнейшее его движение. Ну, вы, наверное, знаете, да, про этот 8-м мехкорпус Рябышева, который очень долго он там мотался и до момента вступления в бой там прошел почти 500 километров. Вообще, 34-я танковая дивизия, она интересна чем? Что это одна из немногих дивизий, которые вот встретили войну на западной границе, которая сохранила документы. Ну, то есть, они, видимо, что-то там вынесли с собой. Сохранился журнал боевых действий и сохранились акты над списанием от части. Причем не только танков, там и автомобили, и даже велосипеда. Там все это довольно подробно изложено. Правда, составлялись эти акты уже в начале июля 1941 года в городе Нежин, куда части дивизии отвели после боев. Там есть ряд противоречий, но, тем не менее, все эти документы позволяют, в общем-то, путь каждого танка практически проследить. История такая, что из 48 Т-35, которые были в этой дивизии, по этим актам на списание, боевые потери. То есть, где четко написано танк погиб в бою. Это шесть машин. Но это еще не говорит о том, что все остальные были просто брошены или поломаны. Потому что в акте указана причина оставления танка. Допустим, там поломка коробки перемены передач, там оставлен там такого-то числа. На многих танках, которые оставлены по техническим причинам, согласно актов, на списание, есть следы от попаданий снарядов или пуль. То есть, возможно, они участвовали в боях до того, как вышли из строя. Потом еще интересный момент следующий, что согласно журналу боевых действий 34-й дивизии, там записано так, что 22 июня вышла в поход. Там перечислено сколько каких танков, написано Т-35, 38 штук. Согласно актов на списание, значит, шесть машин стояли в Судовой Вишне в городке, они находились в ремонте и были там и оставлены, их не смогли вывезти. То есть, остается, соответственно, если от 48-ми 6 до 42, а выведено 38. То есть, где-то 4 танка. Возможно, они не смогли их вывезти сразу, но впоследствии они, наверное, выдвинулись и уже там как-то сами действовали. В том же журнале боевых действий написано, что, значит, к исходу 23-го июня, да, вот видите, в районе Яворова, туда вот наверх, там кружочек, когда дивизия сосредоточилась, что отстала 18 Т-35. Значит, на 26 июня пишут, что отстала еще 10 Т-35. На 27 июня пишут, что отстали все Т-35. Но, вот вы видите, так красная линия, да, она так долго-долго-долго ездила. И вот в районе, видите, птичья верба Дубна, значит, дивизия. 27 июня туда вот выдвинулась в сторону Ситна, и там была так называемая группа Попеля сформирована, которая должна была нанести удар на Дубна. В состав этой группы вошли танки Т-34 танковой дивизии и часть машин 12 танковой дивизии и того же 8-го мехкорпуса. Среди документов, которые есть, Т-35 в составе этой группы Попеля не значится. Но, согласно актов на списание, четыре машины были потеряны, вот в районе, видите, верба Птичья. По документам немцев, там действовала 16-я танковая дивизия немецкая, немцы пишут о том, что эти Т-35 как бы там фигурируют у них среди, ну, танков, которые им противодействовали. В районе верба Птичья, согласно советских документов, ТЛИ, 34-я танковая дивизия, организовали оборону. То есть, основные силы группы Попеля, они пытались взять Дубна в это время, а вот со стороны верба Птичья, значит, эти ТЛИ пытались задержать вот эту 16-ю танковую дивизию немцев. Причем там действовали довольно успешно, потому что 28-го июня немцев из вербы выбили, по-немецким же данным. И вот четыре этих Т-35, которые четко указаны, что как погибшие в бою, они как раз в том районе и указаны. Да, и к моменту вот потерь, да, верба Птичья, они прошли 500 километров танки. То есть, представляете, да, в условиях, когда нету нормального технического обслуживания, нету запчастей, нету ремонтных каких-то средств. То есть, в общем-то, либо танки были так плохи, как принято считать, либо механики-водители были хороши либо и то и другое. Ну и так, в качестве иллюстрации, это вот один из танков, оставлен в городке. Машина находилась в ремонте. Вы видите, там над двигателем тренога такая из бревен. У нее двигатель был вытащен. Там здесь было оставлено три танка. Вот слева там еще кусочек одного виден. Это вот там же, вот сзади, видите, башня, это предыдущая фотография. Вот эта машина как раз, о которой я говорил, 37-го года выпуска, там, с модернизированными узлами и так далее. Кстати, вот она расстреляна, это уже немцы стреляли, видимо, ну, так, тренировались, развлекались. Это тоже в городке машина оставлена, причем она оставлена уже когда, что дивизия проходила через городок дважды во время этих всех маш, там, длинных. Если прикинуть по расстоянию, то она к этому времени как поломалась, прошла где-то километров около трехсот. То есть очень прилично. Обратите внимание на здание на заднем плане, да. Вот это здание. Сейчас там звезда, если вы это видели, на фронтоне была, ее заштукатурили. Жилое здание было домком гомсостава, сейчас жилой дом. Вот здесь же, в городке, вот еще один танк был потерян. Вот предыдущий, он чуть впереди стоит, там метров двести, да. Это вот он же. Вот тоже, обратите внимание, видите, там такой домик с черепичной крышей. Вот видите, домик. Синий, это уже перестроенный, но вот тот старый, он так и остался. Это вот на Львов, туда вот дальше. Шоссе на Львов, это городок, а туда, в ту сторону, это на Судовую Вишню. Это один из танков, который во Львове остался из-за технических, ну то есть, когда дивизия совершила марш, значит, поломался он во Львове. Это Новый Ярочев, есть там такой местный краевед, Роман Шалева в Золочеве он живет. Большой любитель, так сказать, поискать, где там эти танки были, он довольно много нашел этих мест. И вот благодаря, видите, дренажные трубы внизу, то есть, место было найдено на сто процентов, но в современной фотографии там все заросло, там кусты такие и, в общем, эти трубы, они, чтобы к ним пролезть, он там рассказывал, что пришлось ему там чуть ли не топором прорубать там дорогу. Вот это, значит, село Ажидов, да, тоже машина была из-за поломок, прошла она уже где-то километров 350, как минимум. Это он же сзади, это повозки немецкие, видите, такие кругленькие. Обратите внимание, видите, ограда, там кладбище, вот там стрелочка даже стоит, на надгробе показывает. Вот это место, вот на надгробе, там все это, так сказать, такое почти в первозданном виде сохранилось. Это один из танков, который был потерян в бою в районе Птичи. Машина 1938 года выпуска, вот обратите внимание, у него пулеметная башня, да, у нее дополнительно такое броневое кольцо для защиты шаровой пулеметной установки от заклинивания при обстреле. Фотографий этого танка довольно много, потому что он как раз на оживленной трассе стоял, немцы, видимо, проезжали, любили фотографироваться. Вот там, видите, такой значочек, как равно, там виден след от попадания 37-мм. Ну, это еще один там же. Они, там четыре машины потеряны, они довольно компактно, они там стояли. Это, судя по всему, у нее детонировал боекомплект, могли бы подорвать сами, сам экипаж, тут уже, как говорится, можно на эту тему фантазировать. Вот еще один танк там же уничтожен, вот сзади видите БТ-7. Вот, кстати говоря, вот в этом же районе, где вот эти подбитые Т-35, на фотографиях есть две подбитых немецких трешки и немецкая двушка. То есть, как бы, можно предположить, что потеряны они были не просто так, а, в общем-то, разменяли свою жизнь на немецкие танки. Часть танков, которые отстали на маршах, они впоследствии, видимо, пытались уйти на восток, и, так сказать, зачастую попадаются они там, где, например, 34-й танковой дивизии не было. То есть, они там куда-то в сторону уходили. Вот это вот один из этих танков, значит, Золочевсасов. Да, вот обратите внимание, там, видите, стрелочка, там такой очень характерный подъем. Вот это место. Сейчас вот видите, там вот подъем, но видите, как все заросло по сравнению. Вот это вот тоже наш товарищ Роман, он это место нашел. Вот, нам это дело показывал. Последний танк, судя по актам, был потерян 4-го июля. Прошел он, я так думаю, что к этому времени уже где-то под 600 километров, наверное. То есть, довольно приличный. Это уже, видите, в район Тернополя 1-го июля. Вот эта машина была, если помните, я вам там показывал, на параде с конической башней. Вот там у нее правое крыло, там так характерно погнуто. И, ну, с другой стороны, есть фотография. И, в общем, есть там, чисто конкретно, она на параде есть 1-го мая 41-го года в Москве. Вот видите, конические башни. Вот эти треугольники там могли видеть еще такие белые, да. Одно время считалось, что это вроде как тактические знаки какие-то, но оказалось, что это знаки воздушного опознавания. Наносились они на башню для того, чтобы своя авиация по ним могла определить, что это свои. Эта машина у села Иванковцы, да, 30-го июня, она опрокинулась, согласно акту. Точно сказать, там есть два села с таким названием, там есть предположение, но нет пока на 100% подтверждения, где конкретно этот танк. Ну и вот как выглядели акты на списание, вот конкретно на эту машину. Вот видите, это такие бумажки формата А5, даже меньше. Видите, написано «Танк номер такой-то, 30-го июня опрокинулся, вера гусеницами». Село-село. И дальше подпись там, кто здесь, командир машины конкретно. То есть вообще, отчетность была довольно жесткой, даже вот там отдельно идут документы по 67-му танковому полку 34-й дивизии, взять акта на списание, отдельно по 68-му. И там есть такая, значит, как бы резюме, и написано, что по некоторым актам требуется уточнение, потому что есть предположение, что оставлены танки, ну как бы в рабочем состоянии. За утерю боевой машины по головке тогда не гладили. Вот, значит, вот как я говорил, из 48-ми получается 6, это точно потеряны в боях. Один танк числится пропавшим без вести с экипажем, а остальные по разным причинам оставлены в разных местах. Это что касается 34-й танковой дивизии. То есть, как я сказал, 4-го июля последняя машина была потеряна. К началу войны, как я говорил, пять танков находилось на ремонте в Харькове на заводе 183. В августе, 3-го августа 1941 года военно-предзавода пишет, что у нас на заводе находится 5 танков Т-35. Завод ремонт их ведет. Для этого используется часть оборудования и людей. Предлагаю, значит, чтобы танки при бомбежке не были уничтожены, сделать следующее. Их быстренько собрать, обеспечить возможность движения своим ходом до 100 км, поставить на них штатное вооружение и передать для обороны крупных городов, таких как Москва и Ленинград. Дальше написано, что из этих пяти танков один танк, ремонт закончен, машина передана военной приемке. Значит, три танка находятся в ремонте и четвертый танк в разобранном состоянии. 21 августа 1941 года завод получил указание начальника главного автобронетанкового управления Красноаром Федоренко, где он как раз и пишет, что срочно соберите, да и укомплектуйте и передайте для использования в качестве огневых точек. Но, судя по документам, танки из Харькова никуда не уехали. Вот один танк, который был отремонтирован и передан военным представителю, он с завода «Убл». Эта машина, скорее всего, из состава Приволжского военного округа, или Саратовское училище, или Курса Казанский. Видимо, он отправился туда. А четыре машины, они находились в Харькове. Когда немцы подошли к городу, в Харькове был сформирован так называемый бронетанковый отряд. В состав отряда вошли пять танков Т-26, два десятка танкеток Т-27, бронетрактора ХТЗ-16, три броневика и четыре вот этих танков Т-35. Отряд подчинялся непосредственно коменданту города. К сожалению, документов по обороне Харькова они как бы есть, но там как-то вот по действиям этого отряда довольно скупо написано. Известно, что 22 октября 1941 года шесть танков отряда поддерживали свои части при контратаке немецких частей на западной окраине Харькова. Немцы пишут, 55-й армейский корпус немецкий, который как раз город Урал, там записано, что 22 октября участвовало шесть танков, четыре легких и два тяжелых, из них пять машин было подбито. Чуть позже, 3 ноября, там есть донесение о том, что в районе Новая Бавария захвачен тяжелый танк с пушкой 76, двумя 45-мм, несколько пулеметов, то есть четко Т-35. Новая Бавария это такой район частной застройки на юго-западной окраине города был, как раз там, где вот разворачивался, ну судя по всем этим документам, разворачивался вот этот отряд для контратаки 22 октября. Есть фотографии этой машины, она там среди частных домов стоит, сейчас уже там такая современная застройка, поэтому уже никак там места не найти. Кроме того, известно местоположение еще двух Т-35, значит, они причем оба уже на восточной окраине Харькова, то есть, видимо, машины пытались из города выйти. Вот один из них был подорван саперами 101-го легкопехотной дивизии, вот там видите здание, это школа бывшая, сейчас там какой-то банк, там был штаб Ворона Харькова. Здание оно сохранилось, вот это тоже там местный один краевед Харьковский все это определил. Вот этот подорванный танк, он простоял как минимум до 1943-го года, вот этот снимок это марта 43-го года, когда немцы как бы второй раз заняли Харьков, да, вот вы видите, что здесь вот эти вот ежи, и судя по всему, я так предполагаю, что, видите, между ними там улица, там проезд, что этот танк могли использовать как, ну, такие как ворота, да, то есть перекрыть проезд, там затащили, все-таки машина так тяжелая. Еще один был оставлен тоже на восточной окраине, около так называемой опытной сельскохозяйственной станции, сейчас это Московский проспект, вот эта улица, тут метро недалеко построено, там дома на заднем плане, ничего не сохранилось. Это снимок уже с 1942-го года, как видно, что машина частично разобрана, есть снимки осени с 1941-го года, танк подорван, возможно подорван своим экипажем, то есть как бы сто процентов, ну, данных нет, кто его немцы или сами. Из четырех пока известно про три, которые потеряны в Харькове. А что касается московских, да, вот я говорил, что один танк к началу войны был на полигоне научно-испытательном в Кубинке и один танк был в составе Академии механизации и моторизации. По полигону там ситуация тоже до конца не ясна. В сентябре 1941-го года есть документ об отправке части машин, а там полигон у них интересно, у них, значит, так шло. Машины музейного хранения, там машины, боевые машины, там вспомогательные. Музейное хранение – это всяческие опытные наши танки, трофейные танки, там броневики и всякое прочее. В сентябре 1941-го года был приказ о эвакуации их в Казани. В ведомости, которая на эвакуацию, танк Т-35 есть. В акте приемки в Казани его нет, но там как бы не все. То есть есть расхождение между тем, что отправлено, тем, что принято. Есть документ октября 1941-го года. Это распоряжение заместителя начальника ГАПТУ, начальнику полигона, значит, о том, что имеющийся у вас танк Т-35, передайте в распоряжение начальника управления оборонного строительства, для использования в качестве огневой точки, снимите, значит, все, что можно использовать в качестве запчасти, а передайте корпус с вооружением. Ну, корпус обошли с вооружением. Там не очень понятно, как бы, место. Там есть дата, да, есть подписи, но непонятно, где вот непосредственно танк находится. То ли он находится в Кубинке, то ли он, может быть, в Казани находится. Но, тем не менее, я так предполагаю, что его разобрали и использовали в качестве вот огневых точек. Это машины из состава Академии Метализации и Механизации. Вот Хамовнический казарм, это в районе Комсомольского проспекта, там эти здания, оно сохранилось. Здесь вот, вы видите, моряки, которые прибыли для обороны Москвы. Суть по тому, что машина окрашена в белый цвет уже, это ноябрь месяц. Потому что есть приказы, по которым можно примерно представить, когда начали камуфлировать, когда выпал снег, да, и когда начали камуфлировать танки под Москвой в 1941 году. Вот снимков его несколько существует. Видите, сзади, вот видите, там Т-34, за ним там БТ-5, потом там Т-26. Но это не тот танк, который вот сохранился, да. До сегодняшнего дня сохранилась единственная машина, которая в Кубинке находится в музее. Но это не этот танк по ряду там мелких признаков конструктивных. Это другой танк. Что с ним стало, сказать сложно. Во всяком случае, документов, подтверждающих его участие в боях в Москву, нет. Потому что я смотрел очень много. И по составу бригад, по формированию, там, по пополнению, нигде он не фигурирует. Думаю, что вряд ли его отправили. Потому что, ну, было ясно, что ценность его уже к 1941 году весьма сомнительна. Скорее всего, его списали там где-нибудь в 1944-1945. А кубинская машина это из тех, что были в Приболожском округе, либо второе саратовское училище, либо казанские курсы. И, видимо, после войны уже, когда началась формироваться коллекция вот этого музея, ее привезли. Один танк немцы привезли к себе в Куммерсдорф на полигон. Да, вот у нее, видите, характерно там циферками толщины брони. Это, так сказать, для куммерсдорфских машин такое характерное обстоятельство. есть, ну, это даже не воспоминание, а там кусочек маленький механик-водитель немецкий, который его из-под Львова вез, грузил его там на поезд, разгружал. Он там жалится, что вообще очень тяжело им управлять, что такой неповоротливый, значит, большие усилия на рычагах и педалях, и так далее. В некоторых книгах есть упоминание о том, что вот этот танк участвовал в 1945 году в боях под Соссеном, под Берлином, на южнее Берлина. Но, значит, это, по-моему, если не ошибаюсь, такой автор Мюнх, у него есть книга по 654-й батальон тяжелых истребителей танков, который там на Фердинандах, потом на Ягдтиграх. Вот у него там, по-моему, есть упоминание о том, что в 1945 году получили они пятибашенный танк. Но подтверждений нет. Есть фотографии, недавно всплыли, одна, по-моему, одна фотография всплыла, где Т-35, он снят, да, в районе Соссена, там уже наши вокруг них ходят, но там видно, что машина уже давно не на ходу, то есть она там без гусениц такая, неукомплектованная. Может быть, ее предполагалось как огневую точку использовать, но, честно говоря, у меня большие сомнения. Ну, собственно, наверное, все. Если вопросы, спрашивайте. Во-первых, кто ввел в каком периоде документацию на Т-35, когда она была переведена на ХПЗ? Сразу началом серийного производства? Несколько раньше? Вы имеете в виду, что значит документацию? Значит, когда... Я понял. Освоение производства, документация, то есть чертежи, которые были разработаны... Был такой, значит, завод Большевик, да, я говорил, при нем, ну, танковое производство. Оно было в 1933 году выделено в отдельный завод номер 174 имени Ворошилова. При этом заводе был опытный конструкторский механический отдел, назывался АКМО. Вот это АКМО как раз занималось проектированием Т-35. Чертежи АКМО были переданы на ХПЗ вместе с танком Т-35-2. Вот там второй образец, да. Но это чертежи именно, как сказать, проектные. То есть это не детальные, не рабочие. А рабочие чертежи непосредственно. Это уже ХПЗ занимался непосредственно. Потому что, ну, производственный момент. То есть, как бы они уже под себя там что-то делали. Спасибо. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, в кооперации, которая сложилась по производству Т-35, откуда шли погоны на него? Поскольку, насколько я помню, расширение погоны на Т-34, на ХПЗ как-то достаточно тяжело давалось. Но с другой стороны, у Т-35 погон огромный. Сама башня здорова. Откуда поступали детали? Или они их делались в Харькове? Нет, они делались в Харькове. Но дело в том, что он не здоровый, он не такой большой. Я, честно говоря, вам сейчас на вскидку не скажу, но он не намного больше Т-34 по диаметру. Это просто, как бы, вот вам кажется, что она башня такая массивная. Она просто выше, она вертикальные стенки, как бы. А Т-34 у него все-таки она такая более зализанная. В принципе, данные так и есть. Если хотите, найти-то можно, не проблема. Диаметр погона. Но там, вы ошибаетесь, если думаете, что там много больше. Вот я могу вам сказать, что я в нем когда-то в Кубинке была возможность. Да, в него я залезал. Он внешне кажется огромным. То есть, когда ты в него залезаешь, он очень тесный. У него довольно сложно, например, из отделения передних башен пролезть в отделение главной башни. Допустим, механик-водитель, у него, если пулеметную башню не повернуть влево, то люк-то не откроешь. То есть, механик либо через пулеметную, либо через малую пушечную вылезает. Поэтому и в башне, в общем, главное там. Ну, нам с вами там будет тесно. Я вот вам... То есть, тогда народ-то будет помилить все-таки. Так, спасибо. И третий вопрос. Управление танком с точки зрения командира. Потому что, во-первых, очень много народу. Во-вторых, обзорность и так далее. Как это все было реализовано? Наверное, были проблемы? Ну, проблемы были совершенно точно. В общем, обзорность у него очень такая. Ну, никакая, мягко скажем. Вообще, был такой проект. Подпытались что-то сделать. Это осенью 1936 года. Это, значит, попытка была танковое управление артиллерийским огнем. Значит, был разработан прибор такой, знаете, по типу морских. Был поставлен дальномер. На башню была, ну, я так понимаю, из обычного металла сварена. Такая рубка небольшая. В ней вмонтировали дальномер морской. И была попытка, чтобы, значит, как бы обнаружение цели. И дальше уже целеуказание на все эти башни. Но на тот момент оказалось, что это все равно не решает проблему. И, в общем-то, эффективность вот этого прибора оказалась очень невысокой. Плюс, как бы, дальномер обслуживать, ну, нужна была специальная подготовка. В результате, вот, к этой проблеме, попытки, вот, так сказать, централизованного управления артогнем, пытались вернуться в 1938 году. Ну, опять же, пришли к тому, что, в общем-то, игра не стоит свечи. Штанков мало. Дорого очень все это дело. А так, да, фактически у них каждый командир башни выбирал цели. Потому что командир, ну, у него что? У него только прибор перископический и щель в борту. Больше ничего у него нет. Ну, понимаете, тут момент какой. Вот, моё мнение такое, что, да, до, допустим, 1936 года танк мог по характеристикам выполнять задачи, для которых он создавался. То есть, это поддержка стрелковых и танковых частей при прорыве особо подготовленной обороной противника. Начиная, там, с 1937 года, уже по характеристикам, прежде всего, прежде всего, по броне, он уже не годился, да. Но до 1936 года в боях он не участвовал. Поэтому, как бы, вот, проверить в бою вот эту схему, да, пяти башни, насколько она была оправдана эффективно, возможности не было. Поэтому говорить о том, сейчас там нужен он был, не нужен, этот вопрос, я считаю, что он открытый. И, как бы, никто его и до конца не доведёт. Спасибо. Он такой человек, вопрос, возьми, по бронированию. Какие основные калибры его поражали? Ну, чтобы были же взяты машины, потом, я думаю, обследовать, какой основной калибр выбивал его. Вы имеете в виду в сорок первом году? Да, да, да. Ну, 37, я думаю, а что там у немцев? Ну, двадцатка, я думаю, тоже могла его пробить, там, башню какую-нибудь. Ну, на фотографиях, по-моему, больших, я не помню, там, 37. Там маленькие дырочки, если есть, то не сильно большие. Создание, собственно, танка, выбор этой схемы, оно всё-таки начало теория какая-то была применения и поэтому пятиплошной, и вот как раз-таки увидели Депенденции настолько понравилось, что решили, что англичане плохого не сделают. Так, что больше скажем так? Я думаю, что теория. Понимаете, Депендент, там, как бы, есть в документах упоминания, но там как-то очень так, какого-то восторга такого вот я не видел. Вот там 16-тон на Викирсу трёх башен, да, вот то, что это 28 встал, там, да, там пишут просто супер. Вот это там очень. А вот про Индепендент как-то комиссия это не очень, она там какие-то. Вот. Я думаю, что, в принципе, могло быть и то, и то, потому что именно машина-то создавалась как поддержка, да, при прорыве, так сказать, там, укреплений, серьёзно подготовленных, соответственно, она должна иметь мощное вооружение и круговой обстрел. Кстати говоря, с точки зрения компоновки, я считаю, что это оптимальная компоновка, потому что у неё ведь, если посмотрите, да, вперёд-назад или на любой борт огонь одной пушки 7,6, одной 45 и трёх пулемётов, как менее. Это обеспечено. То есть, как бы, вот, поэтому я думаю, что здесь, видимо, сложилась и теория, и могли просто увидеть. Ну, понимаете, я считаю, что могли и сами до этого дойти. Мы, в общем-то, как у нас сейчас принято считать, чтобы мы такие все какие-то сирые, лаптные были, да, там, а, в общем-то, люди-то были не дураки, и там, двадцать двумя сложить-то могли совершенно спокойно. А почему такой, скажем, небольшой выпуск, учитывая, сколько потом, с каким упорством делали КВ те же самые? То есть, здесь часть ХПЗ выйдет и, как бы, всё, даже не целый завод. Не, ну, понимаете, он вообще изначально не предполагался каким-то массовым, да, то есть, там же идёт, что машина, там, качественное усиление, там, бла-бла-бла. То есть, она сама по назначению и не предполагается, что их много. А КВ всё-таки, ну, и характеристики всё-таки, знаете, КВ с Т-35 не сравнив. Вот поэтому, и к этому времени уже понятно было, что такое ненужное количество пушек, пулемётов, да, для тяжелого танка, что нужна броня, там, и вооружение, там, одна пушка. Вот поэтому, ну, тут как раз ничего такого я не вижу противоречий. Потом, понимаете, изменилась концепция какая-то, да, то есть, если эти Т-35 шли, там, в одну бригаду, которая на всю Красную армию была одна, и то до конца её не укомплектовали, то КВ 63 машины на каждую танковую дивизию, да, дивизий у нас много, соответственно, танков много надо. На Ваш взгляд, вот, производство Т-35, потому что молодая Советская Республика, она, как бы, во всём мире была первой, что у неё были, ну, танки Кристина, полное производство, лёгкий танк Т-26, потом Т-28 средний и вот тяжелый Т-35. Вот, в частности, оправдана ли была вот вся эта массовость производства техники? Я Вас понял. Ну, понимаете, Вы рассуждаете, наверное, сейчас с точки зрения 21 века, понимаете? А всё-таки тогда, Вы правы сказали, что страна была одна социалистическая. Можно там про идеологию спорить, но, как бы, как это не банально звучит, в окружении, как говорили, да, кольца врагов не было. Ну, Монголия ещё была, да, социалистическая. Всё. Поэтому и войну-то ждали, и к войне готовились. И, в общем-то, это нормально, я считаю, для того времени, чтобы, так сказать, силы и средства для армии. Потому что, ну, это же известно, да, кто не хочет свою армию кормить, будет кормить чужую. Это же не просто так высказывание родилось. Поэтому я считаю, что оправданно на тот момент. Более того, я считаю, что такое количество танков, которые вот мы выпустили всего, да, там много, очень, там 20 с лишним тысяч, что это во многом нам помогло в конечном итоге выиграть войну. Да, мы потеряли их много, быстро, но если бы у нас было меньше, я думаю, что было бы значительно хуже. Хотя историю она как-то не любит, да, со слагательных всех этих наклонений. Ну, моё мнение такое. После Зимней войны, ну, Советского Союза в Финляндии, когда начали Т-28, ну, на них дополнительно навешивать листы, всё-таки была идея на Т-35 тоже вешать листы и усиление пушки для настольных? Есть, я говорил, что совещание 40-го года, да, в июне, там есть там пункт, что рассмотреть возможность усиления до 50-70 миллиметров. Но, насколько я знаю, что никаких работ не велось. Что касается пушки для настольных, то, да, рассматривался вариант в 1938 году пушку L-10, значит, установки пушки L-10, но пришли к выводу, что нет никакой необходимости, потому что, допустим, у него Т-35 вооружение, как бы оно чётко так вот разграничено, да. То есть 45-ки – это борьба с бронетехникой, пушка 76 – пулевые укрепления, пулемёт – живая сила. И, в принципе, на тот момент справедливо считали, что вот этой вот КТ-28 пушки, которая стояла, мощности, её хватит. И, в общем-то, новую пушку ставить-то ни к чему. Потому что с танками боролись, он должен был бороться с РК-5. В Музее бронетанковой техники в Кубинке имеется образец самоходно-артиллерийской установки Су-14. Это БР-2, 150-мм орудие, на шасси, но вот оно напоминает танк Т-35. Существовали ли планы перевооружения, модернизации танков Т-35 на Су-14? То есть помешала эта война или что-то другое? Спасибо. Ну, я специально не стал рассказывать про эти самоходки. Да, было два образца – Су-14 и Су-14-1. Но они выполнены не на базе Т-35, это ошибочное мнение. Они выполнены, ну, как бы, с использованием агрегатов Т-35, потому что у них, например, подвеска, она по другой схеме. Вот если вы помните, я показывал, да, там два таких балансира и две пружины, то на Су-14 там одна пружина вертикальная и коромысло такой балансир. Катки от Т-35, гусеницы от Т-35, ряд агрегатов от Т-35, но не все. Вот. Эти самоходки, они открытого типа, делались они, начиная с 1934 года в Ленинграде, вот этот, значит, АКМО, и потом АКМО, сформирован на базе АКМО, был опытный завод номер 185. Испытывались на них пушки ВР-2, не пушки-галубицы, ВР-2 203 мм, а потом 152 мм. Как я уже говорил об этом, что предлагали на совещании в июне 1940 года переделать их, но это чисто было предложение, оно как бы до реализации, а потом это довольно проблематично переделать, потому что самоходка, у нее компоновка другая, у них двигатель спереди, вот у этого сзади, соответственно, там просто не встанет, это ни пушка, ни галубица. Еще вопрос на тему экономики войны. Вы сказали, что танк Грота общая стоимость была больше миллиона советских рублей. А есть какие-нибудь цифры по Т-35, Т-28, вот сравните? Т-35 есть в ценах 1935 года 525 тысяч рублей. Значит, если переводить, это где-то, если не ошибаюсь, 8 БТ-5 эквивалентно. По Т-28, честно говоря, не скажу, но подешевле он был. Плюс, как бы, все-таки он, количество, ну, в разы, в общем-то, больше было сделано. То есть дешевле насчет серийности производства? Ну, и он меньше, и он дешевле, просто сам по себе дешевле. Там КВ-1? Я вам сходу не скажу такие цифры, но, ну, понимаете, здесь, как бы, КВ-1, допустим, выпуска 1940-го года и КВ-1 выпуска, там, 1942-го года, разница большая. Во-первых, потому что уже освоена, во-вторых, что масса была, допустим, машина военного времени, замена и материалов, и деталей, и упрощения, и так далее. И применение литья, например, да, та же башня. Потому что до войны только сварные были. Вот. Ну, если, например, по Т-34, да, смотреть, то, ну, там чуть ли не в пять раз удешевили за войну. Там по разным, там, опять же, кстати, идет по разным заводам разные, разные цифры. Вот. Ну, примерно так. — Скажите, пожалуйста, а почему в Зимнюю войну не применялись Т-35, которые, вроде бы, вот их звездный час выйти, подавить, задоминировать? — Я не товарищ Сталин, не товарищ Ворошилов, поэтому вам не скажу. Но я над этим думал. Я не знаю, честно. Ответа у меня нет. Думаю. Знаете, какая причина, скорее всего? Понимаете, Зимняя война, она ведь изначально, когда все это начиналось, были задействованы войска только Ленинградского военного округа. Вот в ходе ее уже, да, там начали из других округов перебрасывать какие-то части, в том числе и танковые. Но изначально, вот, Ленинград, соответственно, была бригада на Т-28, там, на 20-е. Я думаю, что, ну, понимаете, там, как бы, поначалу, я документы смотрел, там прям четко написано, что первый период войны характеризуется польским настроением войск. Польский настроение, что это польский поход 1939 года, да, когда мы там ломанулись, там минимальное сопротивление и, в общем, большую территорию быстро прошли. Считали, что здесь точно так же будет. Потом, когда завязли, ну, может быть, у кого-то хватило ума, что, в общем-то, если Т-28 подбивают, то этот тоже подобьют, а потом их все-таки из Харькова везти там. Из Киевского округа, там далеко. Поэтому, ну, сто процентов я вам не скажу, потому что каких-то четких документов, чтобы мне было написано, что танки Т-35 не применять потому что, я не видел. Вот. Думаю, что вот одна из причин, то, что я сказал, что сначала только Ленинградский округ, а потом, видимо, решили, что эффекта от них не будет. По гусеницам, если можно, вопрос. Я смотрю, они достаточно мелкозвенчатые. Видимо, на тот момент они, ну, прогрессивнее тех, которые были, например, на той же Т-34. Что в итоге с производством гусениц этим произошло? Оно при эвакуации погибло или как? Нет. Ну, как? О ней литье было. Я говорил, что там специально был литье участок. Потом, когда его просто прекратили выпускать, для Т-34 стали все мощности использовать. А насчет эвакуации, ну, вы знаете, там на самом деле эвакуация этого завода номер 183, вот в Харьковской, эваку, она достаточно так, ну, не совсем гладко, скажем так, была проведена. Если не ошибаюсь, что из, по-моему, 5 тысяч задействованных танковом производстве, меньше тысячи был вывезен в Тагил. Поэтому и недалеко не все было вывезено оборудование. Поэтому, ну, что-то вывезли, что-то не вывезли. Ну, а тут, понимаете, прогрессивно, да, она более, так сказать, как бы развитая, да, более сцепление с грунтом у нее лучше, естественно, чем у Т-34. Ну, Т-34, там же как бы линия БТ, там все понятно. Вот, хотя, например, был вариант, то, что называлось Т-34М, то, что должно было летом 1941 года в серию пойти. Он, конечно, не такой, как у Т-35, но он такой более развитый трак, такой не совсем вафельный. То, что вот мы, да, на более поздних Т-34, ну, что-то похоже. И они были определенное количество атлита, и на Т-34 использовались. Хотя Т-34М, он в серию-то не пошел, мы не успели просто. Потом, понимаете, логику искать, я вам могу сказать, что это такое неблагодарное дело, потому что вот мы можем с вами рассуждать, почему вот они там лучше, она более развитая, на Т-35, а почему такого плана не сделали на Т-34. Мы с вами будем там какие-нибудь теории выдвигать. А там банально, может быть, просто никому в голову не пришло, понимаете. Вот он делает Т-34, он производит эти траки, и у него задача какая? Такое производство обеспечить серийное, да, чтобы в выпуске их. Плюс, так сказать, чтобы они по качеству соответствовали. И он, соответственно, вот у него есть он плоский, он его там как, там лопается, давай усилим там, а вот здесь давай там дырку просверлим и разгрузим его там. А вот, и он не думает о том, что можно взять. Если ты берешь такое, это же совершенно другая конструкция. То есть тебе нужно менять оснастку полностью, оборудование полностью. Тебе нужно его испытать на танке, насколько он будет хорош. Поэтому, как бы вот так как-то.